Что нам придется столкнуться с большими сложностями и что мы на какой-то период утонем в этом мусоре. Потому что Андрей Владимирович абсолютно прав, люди, превышенные не платить, сразу платить не научатся. И сегодня мы сталкиваемся исключительно с протестными акциями, когда рядом с табличкой «Свалка мусора запрещена», люди выносят, не платившие никогда, выносят и начинают складывать свой мусор вокруг этих табличек, демонстративно заявляя о том, что мы как не платили, так и будем не платить. Вот как выбрасывали, а вы куда, так и будем выбрасывать, а вы куда, свой мусор. И когда на встречах со мной жители начинают возмущаться по поводу этих «Свалок», а кто их делает, скажите мне, пожалуйста. Кто делает «Свалки»? Мы пытаемся призвать жителей нашего с вами района к цивилизованным отношениям в рамках правового поля. И мне все говорят, почему должны страдать те, кто платят. Но ни один, кого я попросил принести мне договор или хотя бы квитанцию оплачивать за вывоз мусора, ни договор, ни квитанции мне еще не принес. Вот те, кто больше всего встречают и выражают свои недовольства, вот те как раз никогда в жизни и не платили. И нравится это кому-то или нет, мы заставим людей оплачивать вывоз их собственного мусора. Под КГМ закон предусматривает оплату лиц, произведших этот КГМ. И любая транспортная компания, осуществляющая вывоз мусора, готова предоставить любого размера контейнер под этим. Но это отдельный договор. Мы сейчас говорим о вывозе твердокоммунальных отходов. Это одна история. Вывоз крупногабаритного мусора – это совершенно другая история. Когда люди начнут делать ремонт или пилить деревья, они обязаны заказать конкретный контейнер под конкретный мусор, крупногабарит. Оплатить его вывоз, и мусоровозящая компания с этим справится легко.